Ой-ёй-ёй-ёй, так, это уже протухшие тортики, нам это не нужно, так, а молоко добывается из красной коровы, из коричневой, или вот из пятнистой коровы, а может из лам? Нет, так-так-так-так, сейчас чебурак, чебурак, чебурак по стороне, сейчас мы тут заберём вот это, вот это, угу, так, как выйти, ты её просто, это стоит, это же вот не поможет мне, так, мы сейчас к Каролине, Каролина, Каролина, ты тут? Сейчас, 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 я к тебе, я к тебе, я к тебе, сейчас, Каролина, стой, я уже иду, подожди, 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 Каролиночка. Вы это, не обращайте внимания, у нашей... У-у-у-у-у-у-у-у! Так, сейчас мы сделаем все. Яички, яички, где у нас яички? Не обращайте внимания, у нашей вот этой прибабахнутой Катюхи крыша поехала. Я вот уже вызвал сдурку, вот эту дурдому. Он приедет через пару минут, нам просто нужно дождаться. Так, лошадей мы не берем с собой, они нам не нужны. Так, в итоге у меня что имеется? У меня есть яйца, у меня есть ведро, осталось только молоко. Это у меня есть яйца, у тебя нет яиц! Ты лучше мне помоги, тортики сделай. Какие тортики? Чё тебе надо от меня? В смысле, какие тортики? Эти уже протухли, мы не можем их с собой взять. Да и не получится, нам нужно в деревне столько тортиков, а я одна. Ну помоги, пожалуйста. Объясни, пожалуйста, чё ты так копошишься, то есть бегаешь туда-сюда, собираешь тортики, собираешь пшеницу. Какие тортики ты хочешь делать? Зачем? А как же, а мы же жителям хотели подарок сделать. Ты мне сам сказал, вот вчера плакал, что твоего любимого жителя убили. Ну, и теперь не хочешь мне помогать, что ли? Я не могу понять. Ай. Кто приходит на мои стримы каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера по Москве, тот знает то, что на прошлом стриме там в субботу моего любимого жителя кокнули. Мой любимый житель это тот, который продавал книги на починке. Вот я к нему пришёл, открыл вот эту дверь, зашёл к нему в дом, и его нет. Просто нет. Нет, я не знаю, или крипер к нему домой пробрался, или зомби к нему домой пробрался, я не знаю. Его попросту нет. Всё, пропал, любимчик мой. И вот мы с Катей и приняли решение, то что нашу любимую деревню всё же надо как-то обезопасить. Ты тортики мне будешь помогать делать? Я тебе тортики не буду помогать делать. Не я вот этот шеф-повар, иди, ты сама делай тортика, и я буду подготавливаться. Давай, дай быстро, времени-то нет вообще. Ну ты подписчикам-то хоть объясни, зачем мы всё это делаем? Я одна тут опять, всё одна, всё сама, всё сама. Ну что ты всё сама? Я тут подготовил вот этот шалкеровый ящик, все нужные предметы у меня в нём. Я его заберу, и мы потащим сейчас в деревню. У нас просто сегодня совсем небольшой такой юбилей. Да потому что сотая серия у нас выживания. Мы, прикинь, уже сто серий подряд просто берём и выживаем, выживаем, выживаем. Подписчики-то, мы скоро поздравлять уже в комментариях будут. У меня тортики не готовы. Ну ты что-то делай, что ты там встанешь? Куда-куда хитих передо мной? Это сотая, прикиньте, вот я реально забыл вначале. Я-то думаю, что Катя-то с ума сходит? Сотая серия выживания. Ровно сто серий. Мы выживаем и выживаем, выживаем и выживаем. И мы наконец-то довыживались до юбилея. Сотая серия. А у меня такой вопрос. Кать, а почему мы на сотую серию нашего юбилея делаем подарок жителям? Как мы всегда подарки всем делаем? Что за глупые вопросы? А почему нам тогда никто подарки не делает, когда у нас юбилей или какой-то праздник? А вот это надо уже у жителей спросить. А может не у жителей? Может тут полуподписчика спросим? Это тоже надо у них спросить. Чего они там подарки-то нам не дарят? Ну, самый лучший подарок это, конечно, подписка в холодосе Большая Сосиска. И чтобы не пропускать новые серии, надо подписаться. Или не надо подписаться. Я не знаю, Кать, честно, уже что. Ну, хотя бы пусть в комментариях поздравят, что ли. Сотая серия выживания это вам не хухры-мухры вообще-то вот. Вот вообще-то да. И подписку вот это тоже надо. Чебурак, давай, чебураки, баба, чебурака. Давайте собирайтесь уже, пошли с нами. Мы-то идём в деревню, мы решили то, что с Катей построим огромные автоматические ворота, как замки, которые сами будут открываться, сами будут спускаться. И больше никто никогда не сможет убить наших любимых жителей в деревне. А ещё потом всех накормим вкусными тортиками, Катюхи, вот. Да, у меня только шесть тортиков получилось сделать. Ну так иди до екоров, и пошли в деревню, сколько тебя можно ждать? Ща-ща-ща, подожди, вон молочко подбери, упало молочко, подбери. Ёшкины картошки, хватит этих тортиков, шесть тортиков, они обожрутся до потери пульса, пошли. Десять штук сделаю и пойдём. Десять тортиков, десять тортиков, десять тортиков, чтобы все счастливы были. Так, всё, тортики готовы, надо уже бежать в деревню, пока они не протухли, пока на них мухи не сели. Всё, давай, я полетела. Так, 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 крылышки на месте, ферверчики, тортики, со мной полетели, снегометели. Ещё разочек. Полетели снегометели. Жди меня в деревне, я скоро буду. И даже ничего не ответила, заигнорила. Ладно, Чебурак, Баба Чебурака, мы вас оставляем на ближайшие сутки, вернёмся, накормим. До свидания. Бабе Чебурака надо бы имя дать, а то её называю Баба Чебурака, мне кажется, ей не очень приятно. Ну, полетели. Снегометели. Всем привет, всем привет. О, ну, наконец-то, ну, давай помогай мне скорей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, моя работа и моя забота в сегодняшней серии построить им ворота огромные, чтобы монстры сюда не пробирались. А вот это кухонные дела, все за тобой, поэтому давай ты выставляй там тортики, накрывай на столы, а я пошёл готовиться. А вилки ты захватил, я просила пластиковые. Не захватил я не пластиковые вилки, да поставь им там, я не знаю, меч им там свой отдай, на меч будут насаживать еду, нет-то разницы никакой в этом. Попроси тебя о чём-то вообще. Так, у нас будет огроменная, как я уже сказал, автоматизированная дверь, надо просто здесь расчистить всю эту площадку, потому что у них со следующей серии здесь будет просто огроменный замок. Тебе помочь? Да, мне сейчас нужна будешь не ты, а позови, пожалуйста, Катьку-бульдозер, я её видел где-то там в другом конце деревни, она мне сейчас нужна будет. Катька-бульдозер уже на месте. Игорь, подожди секундочку. Катька-бульдозер, я тебе сейчас здесь покажу территорию, которую нужно будет раскопать шесть блоков вниз, огромную ямень нужно будет сделать. Сейчас, дай мне секундочку, но перед этим возьму все нужные мне ресурсы. Тебе помочь? Давай, мы сейчас тут вместе их порешаемся. Катюшка-бульдозер, мне нужна твоя помощь! Я здесь, так, мне нужна кирка или лопата? Лопата тебе нужна, короче, вот с этого момента тебе нужно ещё скопать туда вниз ровно пять блоков. Всё, бери, приступай! Погнали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ой, я сбилась так, раз, два. Сейчас. Здорово, я Катька-бульдозер. Там ты мне не фотографируй, пожалуйста, вот в газеты не отправляй фотографии. Я вот такая вот звезда, мне не надо вот этого всего. Сейчас, сейчас мы тут всё скопаем. Нормально? Нормально? Продолжайте, продолжайте. Ты? Надеюсь, я ничего лишнего не вскопаю, тебе тут не испорчу, как обычно, всё. Так, факеловые редстоуновские взял, редстоуновские редстоун взял, поршневые липкие взял, редстоуновские повторители взял, так, всё взял. Начальник, начальник! У тебя там всё готово, мать? Да всё готово, принимай работу, посмотри больше вообще. Всё замечательно, просто замечательно. Если работа готова, всё замечательно. Сейчас я вспомню, как это всё делается. Я просто изучал её, изучал инженерные постройки до того, как вот прийти сюда. Надеюсь, то, что у меня получится сейчас всё сделать. Вот честно, вообще не понимаю, что ты делаешь, но так интересно, здравствуйте. Вам тоже интересно. Кать, выпроводи его наверх, а то я сейчас буду тут приступать к работе. В общем, Екатежопик. Учитесь, повторяйте за мной, потому что больше такую постройку я никогда в жизни не буду делать. Всё это у нас будет завязано на липких поршнях и на гравии. Гравий забыл. Сгоняй вы вот это за гравием туда наверх. А вот булыжник не подойдёт? Нет, только гравий нужен. Как мне вылезти-то отсюда? Ну, просройся наверх! А-а-а, ну да, точно. Лови! Опа! Запиндюливаем гравичек вот сюда, и сюда ставим ещё кварт. Запоминайте эту самую постройку! Господи, помилуй, будь здорова, Кать! Спасибо! Повторители сюда, и ставим на одно повторение. И запиндюкаем вот везде здесь редстоун. Боже, я лучше всех объясняю, как что-то строить в Майнкрафте. Запиндюкаем, забабахаем, закуцерыбкаем. Запердолим. Запердолим, хорошие слова. Один повторитель ставим вот сюда, просраиваемся наверх. Подсоединяем всё это дело редстоуном, и проводим его сюда. И тут сверху тоже ставим вот три повторителя, но никакую задержку не нужно. И вот это ещё надо снести и поставить сюда тоже гравий. Шо такое повторители? Они повторяют. А как они делаются? Повторением. Научишь? Повторять? Да. Научу. Ой! Котёсик! Чего тебе? Опять помощь твоя нужна. Короче, вот там снизу, где гравий, видишь, где гравий, сделай три слоя вот этого забора. Хорошо? Спасибо большое, я тебе выкинул сзади забор. Вот, три слоя забора. Куда? Как? Не поняла, что? Куда? В дырке три слоя забора сделай. Вот, да. Вот так оно работает. А? А, всё отлично! Вот так примерно будут выглядеть наши ворота в ближайшем будущем. Сейчас ещё вот здесь надо вот такие сделать. Вот так вот. На тюрьму похоже. Да не тюрьма это, это ворота и замка, вот. Зелёная шерсть сюда. И красная шерсть вот сюда. Это будет наш механизм. Зелёный будет поднимать ворота, а красный будет опускать. Вот. Ого-го. Сюда я поставил ещё один блок, на него редстоун и сбоку редстоун факел. И здесь, на этом самом блоке, делаем то же самое. Сюда редстоун, а сюда редстоун факел. И! И! Опачки! Один механизм уже готов, как ты видишь, и ворота поднимаются. Сейчас ещё нужно сделать то же самое, только чтобы они опускались, вот. Ничего не поняла, как это работает, но выглядит круто. А куда, куда ставить-то их, а? И вообще, с чего ты взял, чтобы мне получится их поставить сюда? Вот, вот, вот туда, сверху вниз, чтобы попа, поршня смотрела вниз. Вот туда, да, ставь. Наши встань и вот на те блоки давай. Попа, поршня? Ну, да, верхняя часть, нижняя попа, поршня вниз, чтобы смотрела. Сюда? Да, 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 вот так, и сбоку тоже самое. Да, и сбоку? Ага. Вот так? Вот так, и то же самое сейчас проделай ещё раз с поршнями. Вот попа, поршня под попу, поршня. Вот так? Ну, да, но только чтобы попа вниз смотрела. А как я тебе, чтобы попа вниз? Ой! Ладно, дай сюда, сейчас всё сделаю. Держи. Эп, эп, эп. Видишь? Попа вниз! А как ты так попу вниз поставил? Вот, просто вот взял и поставил. Ставим вот так. По пять блоков кварца или чего-то ещё, неважно. И на этом кварце проводим сигнал редстоуна. Вот так вот. Но это ещё тоже не всё. На вот этом красном блоке, который будет нам служить механизмом, пультиком вот это, переключателем, чтобы открывать это всё, ставим редстоун факел, ставим блок. Ставим редстоун факел и ставим блок. И потом ещё один редстоун вот сюда. Шайтан машина просто, вон житель. Житель сейчас уйдёт, убежит из дома. Золотник, вот этот картограф, новичок. Ты вернись, мы же для тебя это строим, дурачок. Вернись обратно в деревню. Кать, обратно его заталкивай. Вот это, объясни ему, что мы вот эту машину для него строим. Давай-давай обратно, обратно домой. Вернись, вернись. Вот, давай-давай-давай, пиндюлься. Ага, молодец. Не-не-не, он не... Ты дурачок. Всё, из дома хочет уйти. Не вали, вали. Благодарный, да, вот такие вот, значит, вот так вот. И не выходи оттуда больше, всё. Хотя, наше творение почти готово. М-м-м. И что, ты хочешь сказать, что это будет работать? Выглядит как фигня полная. Вверх поднимается, поднимается вниз. Опускается, опускается. Ещё одна проверочка. Опа. Опа. Вуаля. Ты думаешь, жители додумаются до этого, чтобы двери открывать? Или это только для нас создано? Э-э-э, ну, жители, в принципе, как бы из деревни не предназначено, чтобы они выходили. Поэтому вот так только мы будем ходить. Ну, мы просто какие-то короли инженерии и технологии вообще. Да, ну, я, а ты просто стоишь, ничего не делаешь. Я помогала тебе, я, Катюшка, бульдозер. Ну, разве что, разве что, да, Катюшка, бульдозер. Так, и сейчас вот это всё нужно закрыть, чтобы спрятать все наши механизмы. М-м-м, да, надеюсь, никакой Крепиюга это всё не подорвёт нафиг. Не. Ты сейчас доклацаешься и всё сломаешь к чёртовой бабушке. Ч-ч-ч-ч-ч-ч, кого ничего не сломаю? Я аккуратно, я только посмотреть. Всё, открой. Пускай будет вот так. Так, Катюха, давай с тобой отойдём и посмотрим, как всё получилось. Я старался, и Катя тоже старалась. И в итоге вышло у нас вот это. Господи, да ты успокоишься, будь здорова! Спасибо. Получилось вот это. Ну, прям вот королевский замок. Вот, на корону похоже, на корону. Да, немножко мы тут подприукрасили, кнопочки нафаршировали, люки наставили. Вот это фонари. Катя сгоняла домой, взяла, поставила. И получилось то, что получилось. Ну, всё. Я... Ой, вот так. Я настарался, я всё сделал. У меня здесь в запаснике есть ещё один тортик. Поэтому я заслужил, мне кажется. Ну, да, конечно. Я, конечно, тоже тортика покушаю, но... Неа, пойдём покажу чё-то. Чё ты хочешь от меня? Пойдём, пойдём. Ты смотри, какая красота! Ну, ну, не зря, не зря сегодня сотая серия. И не зря я построил вот этот забор, вот эти ворота. Чё, куда пойдём? Тут тортики стоят, чё, кого? Ща, пойдём, пойдём, пойдём. Больница вот тут, вот, да? Големчики ходят. А тут-то кто ворота будет строить? А-а-а, ещё ж здесь ворота. А-а-а, давай, 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 давай мы сделаем вот так, вот так мы сделаем. И давай сделаем так, как будто с этой стороны ворот у нас нет. Ну, то есть только с той стороны ворота здесь, здесь потайной выход какой-то будет. Вот. Не? Лентяй-лентяйский ты, так и скажи. Ну, я только что 20 минут те ворота строил. Ну, давай до следующей серии построю ворота здесь. И всё будет чики-бам-бони, вот. А пока пускай ворота только там будут. И смотри, как они издалека выглядят. Прям вот прям нереально круто. Прям круто вообще. Да ладно, ладно, а что в итоге-то мы сейчас делать будем? Ну, учитывая то, что это сотая серия выживания, все нас должны поздравлять в комментариях. Мы поздравили жителей, тортики запиндюлили им туда. Может, нам стоит всё же немножко отдохнуть и поехать куда-то там позагорать, покупаться? Слушай, отличная идея. Я тебе предлагаю отправиться в ближайшие джунгли и неделю оттуда даже не вылезать. Я только за. Купальник, крем от загара, пару бутылочек воды и полетели, Кать, на счёт раз-два-три. Давай-давай, беги-беги, чемоданчики собирать. Ё-ё-ё-ё-ё, сейчас крылышки наденем, крылышки. Всё, я пошёл добираться. Всё, давай-давай-давай, полетела, полетела. И мне не забудь трусы, плавки, носки и очки мои. Сотая серия не дрить-колотить как-никак. Всё же отдых заслужили. А то впереди ещё много чего нам нужно построить, чтобы наша деревня развивалась, процветала и не была бесполезной. С праздником, пацан-трей, пацан-эсы! С праздником! Алё! Я тебе там три пары трусов взяла, носки взяла, очки тоже взяла. Давай, собирайся! Время загорать. Ну или так. Субтитры подогнал «Симон»